Зенитно-ракетный комплекс СССР СССР принимал самое активное участие в боевых действиях почти на всех широтах. На его счету 2000 сбитых самолетов. О том, как удалось достичь такой высокой боевой эффективности, в фильме «Оружие». Комплексы С-75 составили целую эпоху в развитии войск ПВО страны. С их созданием ракетное оружие вышло за пределы Подмосковья, обеспечив прикрытие важнейших объектов и промышленных районов практически по всей территории СССР. С-75. Мобильная зенитно-ракетная система. Название по классификации НАТО «Гайдлайн». Дальность поражения целей до 43 километров. Высота поражения целей от 500 метров до 30 километров. Максимальная скорость поражаемых целей 2300 километров в час. Первые боевые комплексы развернули на западной границе, у Бреста. В 1960 году в состав ПВО входило уже 80 полков С-75 различных модификаций. В полтора раза больше, чем входило в группировку С-25. Первым из зарубежных государств системы С-75 вместе с технической документацией на производство получил Китай. В 1958 году ему были переданы пять боевых и один учебный комплекс «Двина». В Советском Союзе прошли обучение и подготовку боевые расчеты китайских военнослужащих. По рядам по ступеням «Двина» — первый вариант шестикабинный, потом она была продана в Китае по лицензии. «Двина» — трехкабинный вариант. «Десна» — это промежуток между «Волховым» и «Двиной», по сути дела, с лучшими характеристиками. И последняя модификация «Волхова». «Волхов-1», «Волхов-2», «Волхов-3». Кроме документации, зенитных ракетных комплексов, образцов приборов и оборудования, в КНР были отправлены группы советских специалистов, которые составили рекомендации по организации ПВО крупных китайских городов. В 60-х годах в Китае было организовано серийное производство комплексов типа С-75 под обозначением «Хунцей-1». Позже был создан усовершенствованный вариант «Хунцей-2». Китай также осуществлял поставки этих комплексов в третьи страны — Албанию, Северную Корею, Пакистан. Ракеты В-750 в составе комплекса С-75 первыми в мире поразили реального воздушного противника. Это произошло 7 октября 1959 года в небе над Китаем, когда был сбит тайваньский высотный самолет-разведчик. В-750, войсковой индекс 1Д, зенитная управляемая ракета с осколочной боевой частью. Длина 10,6 метра, диаметр 70 сантиметров, стартовая масса 2300 килограммов. Двигатель жидкостно-реактивный с твердотопливным ускорителем. Вооруженные силы революционной Кубы одними из первых получили советские зенитно-ракетные комплексы С-75. Есть сведения о применении зенитных ракет против американских самолетов-разведчиков, которые баражировали над Островом Свободы. 27 октября 1962 года был сбит разведчик Ю-2. При этом пилот Рудольф Андерсон погиб. В период Карибского кризиса на Кубе находились две советские зенитно-ракетные дивизии, обеспечивавшие противовоздушную оборону страны. На их вооружении насчитывалось в общей сложности 144 пусковые установки и вдвое больше ракет. С-75 принимал самое активное участие в боевых действиях во Вьетнаме и арабо-израильских войнах. Именно благодаря боевому применению на Дальнем и Ближнем Востоке комплекс получил широкую мировую известность. Полномасштабное боевое крещение зенитно-ракетный комплекс С-75 прошел во Вьетнаме. В 1965 году американская авиация приступила к массированным бомбардировкам стратегических объектов Северного Вьетнама. Вскоре Ханой посетила правительственная делегация СССР во главе с председателем Совета Министров Алексеем Косыгиным. Результатом визита стало начало крупномасштабных поставок в ДРВ вооружений, в том числе зенитно-ракетных комплексов С-75. Вскоре во Вьетнаме было развернуто два зенитных ракетных полка С-75, укомплектованных советскими военными специалистами. 24 июля 1965 года тремя ракетами, выпущенными советским расчетом, была обстрелена группа из четырех «Фантомов», которые летели на высоте около семи километров. Один самолет был сбит, остальные повреждены. Макдоналл Дуглас Ф-4 «Фантом-2». Многоцелевой истребитель, перехватчик, самолет наземной поддержки. Производился с 1958 по 1979 годы. Гибкость конструкции сделала его первым типом самолета среди американских машин, который использовался одновременно военно-воздушными силами, военно-морским флотом и корпусом морской пехоты. Всего было построено 5195 фантомов различных модификаций. До сих пор самолет находится на службе в военно-воздушных силах девяти государств, среди которых Германия, Греция, Турция, Израиль, Япония, Южная Корея. А ведь готовиться к встрече с зенитными ракетами американцы начали сразу же после уничтожения самолета «Пауэрса». В 1964 году в Калифорнийской пустыне были проведены специальные учения, в ходе которых отрабатывались различные противоракетные приемы. Но эффективность С-75 оказалась настолько высока, что за первый месяц, по советским данным, было сбито 14 американских самолетов. Господство авиации США в небе Вьетнама закончилось. Серьезные потери привели в 1966 году к прекращению налетов на Северный Вьетнам. Но это была только передышка. К следующему воздушному наступлению американцы хорошо подготовились. Авиация США получила специальные антирадарные ракеты «Шрайк», средства радиоразведки и подавление радиолокационных станций противника. В ходе второго этапа воздушной войны американские самолеты нанесли свыше 650 массированных ракетно-бомбовых ударов по позициям зенитчиков. В этих условиях вьетнамцы изменили тактику борьбы с воздушным противником. Они стали использовать засады. На самолётоопасных направлениях в режиме полного радиомолчания разворачивались несколько комплексов С-75. Они ожидали появления американских самолётов и наносили по ним удар, а затем в течение 40 минут зенитно-ракетные комплексы сворачивались и меняли позиции. В результате американцы теряли свои штурмовики и истребители, а вызванные на помощь бомбардировщики атаковали опустевшие джунгли. Применение американцами специализированных радиолокационных средств борьбы снизило эффективность боевого применения зенитно-ракетных систем. 75-й комплекс был срочно модернизирован. Улучшилась его помехозащищённость, возросла мощность боевой части ракеты и зона поражения, появилась возможность бороться с низколетящими целями. Это соперничество продолжалось на протяжении всей войны во Вьетнаме. Всякий раз на попытке американцев противодействовать СС-75 у советских конструкторов находился достойный ответ. Всего же в ходе боевых действий во Вьетнаме советскими зенитно-ракетными комплексами было сбито свыше 1100 американских боевых самолетов, в том числе 54 стратегических бомбардировщика Би-52. Я могу сказать данные из нашего опыта, и, по сути дела, в то время я был немножко там. Некоторое время было. Это был конец уже войны, по сути дела. За одну неделю было сбито 36 самолетов. Из них 5 Б-52, которые никогда практически не входили в зону. Представляете, за одну неделю американцы потеряют 36 самолетов. Это примерно за 3 месяца до окончания войны в Вьетнаме. То есть потери очень ощутимы. Зенитно-ракетный комплекс С-75 участвовал в боевых действиях и на Ближнем Востоке. В ходе шестидневной 1967 года и октябрьской 1973 года войн египетские и сирийские ПВО уничтожили около 30 израильских истребителей и вертолетов. Использовались эти комплексы и в Ливане с сирийцами в 1982 году. Помимо наиболее масштабных войн во Вьетнаме и на Ближнем Востоке, комплексы типа С-75 использовались и во множестве других конфликтов, начиная с индо-пакистанского столкновения 1965 года. В ходе операции «Буря в пустыне» несколько американских боевых самолетов были сбиты модернизированными зенитно-ракетными комплексами С-75, которые состояли на вооружении иракской армии. Системы С-75 оказали серьезное влияние на развитие советских войск ПВО и позволили оценить эффективность зенитного ракетного оружия. Опыт локальных конфликтов показал, что при наличии современных ЗРК даже полное господство в воздухе не может быть гарантией победы в войне. Зенитно-ракетные комплексы С-75 до сих пор стоят на вооружении в некоторых странах. Но время неумолимо. 75-е уступили свое место в системах противовоздушной обороны более совершенному комплексу. Рассказ о нем в следующем фильме «Оружие». «Оружие». КОНЕЦ Продолжение следует...